Мама подарила Путина портрет, хотел его не вешать, жена сказала нет, и теперь со стенки смотрит на меня. Эта выдуманная история обычной семьи из российского села уже стремительно набирает просмотры в интернете. Видео появилось в сети два дня назад и уже успело завоевать сердца любителей сатиры. Это же шедевр. Когда уже король и шут сыграешь? Отлично, Артём. Молодец, лайк, подписка, колокольчик. Молодой парень из Иркутска Артём ещё месяц назад занимался майнингом. Променять деньги на искусство решил после случайного комментария в интернете. Шутливый отзыв он оставил на странице своего друга, который занимается изготовлением деревянных полок. Я ему написал на стене ВКонтакте комментарий, что вот взял у Олега полку, дети выиграли Олимпиаду, у меня там сразу же жена похорошела и всё пошло хорошо. И потом прикинул, а почему бы эту тему вот, из этой шутки не раскрутить песню. И почему-то у меня в голове всплыл портрет Путина. Власть, она от Бока, любимая страна! В одном из уголков любимой страны и был снят клип на песню «Портрет Путина». Команда выехала в Бохан к родственникам оператора. Подготовка к съёмкам, да и работа над клипом не заняла много времени. А деньги затратили разве что на дорогу и перекус. Это заняло у нас буквально полдня. То есть мы использовали местных, так сказать, актёров. Нашли там девушку на роль жены, которая даже и не играла. Она, в принципе, была вот такая настоящая, деревенская, весёлая. И местных бабушек, которые нам классно там станцевали. Поэтому было здорово. Музыка в жизни Артёма пришла в 10 лет и была всего лишь его хобби. Но сейчас, говорит Артём, это уже определённый заработок. После первых просмотров у Артёма появились и первые заказы от фирмы столицы. Сейчас музыкант работает над созданием нового клипа, бюджет которого будет исчисляться десятками тысяч рублей. Николай Текалов, Константин Синицын. Новости сейчас.